Субтитры делал DimaTorzok Добро, добро 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что интересно, здесь в этом научной работе Она наводит данные о том, что в это время в Галиции было 75 городов Из них евреи проживали в 39, в том числе в большевствах Большевцы – это местечко между Станиславом и Львовом Местечко хорошее было, еврейские и украинцы жили, и поляки жили, но большинство евреев Субтитры создавал DimaTorzok Сзади Ратыша тюрьма была, я хорошо помню, как там заключенные, заключенные, ну, это такая заключенность была, что если моего дяди осудили, так он должен был быть с утра, с 6 утра до 6 вечера там в тюрьме, а вечером он мог идти домой и спать Три синагоги были у нас в Большевцах С трех лет до семи лет я ходил в Хейдер Три синагоги были уничтожены в Большевцах, а еще в 20-м году Все дети говорили, что они были в тюрьме, но мисс Довида, с братьями, говорили, что они были в тюрьме, потому что у нас не было отца уже Я могу сказать, что самые шестневые годы были для меня с 10 до 20 лет Я пошел учиться на парикмахера в 1936 году, мне было 14 лет, 15-й год, а потом вступил в Шомер Ацайр Каждый день мы собирались там в этой организации Были левые партии, были еще кроме нашей Шомер Ацайр, было еще в этом Большевце Гануар Ацьяны Была организация Битар, были мизрахи, религиозные А мы считались левые У нас много шестневых, и здесь были виробычки, голубые, белые и красные Потому что у меня не было Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Десять років Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Десять років Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Живот у меня болел, он дал мне какую-то микстуру И горшок сел и сказал «Сиди спокойно, тихо» И через минут 20 Может, полчаса Дзинь И упало Врач высшей категории На то время Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пошел к ним учиться Запомнился вот это число даже Я у него проучился три года И до войны До 1941 года Я с ним работал На третий год Он сказал «Сегодняшнего дня Ты будешь у меня питаться И не будешь ходить домой Мне нужно, чтобы ты был здесь В парикмахерско» Я написал «Парикмахерско-бищицидско-райкоммунгосп» Зубтитры сделал DimaTorzok И это дин Бит Меркаха Сандaler Хайм Бейзаль Это рейс и рейс. И рейс. Здесь есть шея, да? Вы видите, оба? Да. Это шея, что это такое, это же с рейсом. Ты понимаешь, что здесь есть, где-то здесь. Где-то, 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 и он истинал так. И вот здесь. Вот здесь, здесь, здесь. И вот здесь, здесь. И вот здесь. Там никто не расскажет, там никто не расскажет, то кто-то стоит осторожить. Марине Догуничка то скажет, все, а как это было, потому что она тут жила, тут родила, тут жила, она все помнит фамилии всех жителей. Там жив Попик, и там даже керничи вот на низу, то я знаю, и там такой Майлик жил, и такая Бранча жила, и Майорко, и Пантиль, таки все эти люди, я знаю, а там то жив Попик. Вы не знаете, кто здесь живет? Нет, не знаю. А вы с какого года здесь живете? Ну, 49-го. 49-го? Да, 49-го. Ну вот мой папа, он родился здесь в Большевцах, и похоже, что он жил как раз на этом месте. Можно посмотреть, как... Скажите, вот стоит дом, сейчас стоит дом, от дома есть огород. Есть. И огород доходит до речки? Так. Не сюда. Там все, папа, не сюда. Дом был вроде большой, но там было 4-5 комнат. Одна комната была большая, где дедушка с бабушкой жили. Дядя и тетя жили. Это был Ули и жена его, Хава. И если надо было, как кому-то Богу, вот по суседству сделать свадьбу, так просили дедушка и бабушка, чтобы они разрешили в большую комнату. Там свадьбу справляли. Там, где мы жили, у дедушки и у бабушки, около дома, там шагов 5 от дома, был колодец деревянный. Он закрывался от дождя, от этого. А вообще старый колодец. Вода выходила и прямо пошла в речку, в этой, в холодную речку. Две семьи все жили еврейские за речкой, да. Так и речка идет, как и шла. Маленькая, да, летом она высыхает. А зимой она заполнялась. Наш колодец, который был во дворе, прямо пустился в речку. И иногда купались мы летом в этой речке. Маленькая, да, летом она высыхает. 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 Базар. Историю про Пуша и Веца я вам рассказывал. Когда Ной приплив до горы Рарат, мы все легенду знаем, так пішли Симон в один бік, Яфет в другий, Хам в третий, а Ной в четвертий. Ну и в Европу начальники Яфетов и шли, и пришли в Межреччя Липа и Дністра. И одного брата фамилия была Буш, а другого была Веца. И когда люди ездили на торговицу, до кого едем? А там Буш и Веца, и мы едем до них на торговицу, так и Бушевеца. Бо місцевий діалект, это не большевцы, а не большевцы, а Бушевец. Межреччя Липец. Межреччя Липец. Сimosи. Мы не сжимаем, ручка шорекет, рычага с огнем в море. В международных и северных местах, есть чувство, что ручья уже сжимает. КОНЕЦ 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 עכשיו הסתיו המוזב יורד על בול שפצי. ציוצי ציפורים נשמעים מרחוק. עוברת קרקרה, הכלבים נופכים. הכל נשאר ללא שינוי. למעט שינוי אחד. כבר 70 שנים יהודים לא חיים כאן. הסבא שלך הוא מכיר מצוין המקום הזה. כי סבא שלו, מוטי פופיק, היה גבי בבית כנסת הזה. משפחת פופיק הייתה משפחה מרובת ילדים. הם ענו מעל ל-50 דני משפחה. לצערי מרוב תנימותם חשבו שהגרמנים הם עם תרבותי. הם לא העלו על הדעת מה העתיד לבוא, ולא רק מצד הגרמנים. ב-22 ביוני 1941, ב-4 לפנות בוקר בוצ'ה מתעורר משאגה מכרישת אוזניים. המטוסים הגרמנים הפציצו את שדה התעופה כ-5 קילומטר מבול שבצי. כל ההעיירה הייתה על הרגליים. התחילה התארגנות להזיבה. הזדמנות שלא תחזור על עצמה. Я своими глазами видел, смотрел, как в кино. На них, как они бомбили. כשתתערערד יש kamiилли Go. כשתתערער כתבל נכון, כתתערער לס ליישי כתערער, כ WOOD, כתתערער כתתערער קצת. יש לי י najleבה. Мы так низко опускались своим гулом, что я думал, что они вот этот хрест в костеле могут задеть. И буквально через неделю, может быть, как раз это было, пришли уже немцы. Боже, что это было? В тот момент дети били, семенцы, это страшно было. То было в неделю, акцию сделали на жадьев, и сильно, много побили, лежали трупы по земле. Война беду не робила, немцы робили пакет, страшно. Робили страшно пакет. Вбивали всех наших, ваших, всех вбивали, как пришли немцы. Ну, то видела, как горили до поезда, как вбивали, потому что мы шли до церкви, то мы видели, что там утекали, боялись, знаете, так, как-то каждый еще ратует от смерти. Большевцы были оккупированы 3 июля 41-го года. И сразу же в этот же день началась облагала. Собрали всю молодежь и сказали, кто хочет, берите родители с собой. Я ей предлагал. Мама сказала, я лучше умру на своей кровати, к босикам я не пойду, не поеду к ним. Не послушалась, а можно было бы поехать. Не знаю, или вы жили бы, или нет, но факт, если бы уехали бы все-таки, как бы не было бы, все равно кто-то остался бы жив. На нашей подготовке сидели двойры Брил, Мендель Брил и Моша Брил. Этот один единственный сынок. Мой ше, его звали Милик. От Милик кולם מכירים тахат השем Моша Бар-Кухба. Сליחа, העлов בצבא הגנה Лисраэль, Моша Бар-Кухба. Мы выехали из Болшевцы 30 июня ночи, уже утром. И нас во время поездки до Полтавы бомбили несколько раз. Мы прятались в лесу и просто на полях легли, и как будто мы не живые. И доехали за пять недель до Полтавы. Он там сильно бомбил. И там попались все. Это наше счастье, я говорю тебе. И как-то наши лошади испугались и рванули. Невозможно их было задержать. А инструмент с тобой был всегда, да? Да, всегда. Это меня спасло. Уже по дороге даже, на платформах, я начал зарабатывать деньги. Хлеб кусок. Он украл кусок хлеба, то я постригал. И уже, мы уже почувствовали, что мы живем. Себе, после мальчем, хазар на Болшевцы, лекапас от мишпаха. Он сказал, что все люди, которые находились в Болшевцы, лекапасы, лекапасы. В этот день 1380 евреи с большинцов и с соседнего села Слободка были вывезены сначала в Галич, а потом в Белжец, в Белжец. Белжец, в Белжец, в Белжец. Белжец, в Белжец. Белжец, в Белжец, в Белжец. Белжец, в Белжец, в Белжец. Белжец, в Белжец, в Белжец, в Белжец. Белжец, в Белжец, в Белжец. 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 эсэсовская но эсэс то была галижина то были наши а зачем вы носите это а зачем это вы носите зачем ношу ну а шо буду брать ну она же это все-таки а шо-то тысячи погоны снять это и можно пастыли гузики гладкие нема свастики ничего а что вы делали во время войны где вы были не разумею во время войны где был а где был то в карпатах горах бо я сюда попал уже служение был кому не коммунистична партия на бандеревцев я сбор кути попал сюда за что за что вы что не розумеете за партизан за украинскую повстанчую армию у нас у карпатах было что вы шо ведите из австралии израилю а ну то вы не знаете али запитайте місцеве місцевые евреи то добре знают что было я вам маю костюм хочет поделить вас и я так вот я в тимчасово ту по-немецку отдала жинка медали за что 60 роки утворения як на волинь утворил оси оунупа а то один цифана бандеру шоу ли не цене и роман шухевич генерал на главнокомандующий эсэс галичина по тому роману шухевичу вы трубали голову и хотели сломать его живого а а он не дался сам застрелил а они вырубали голову и повезли сталинове чтобы поделился мы чтобы сталин не доверял и немцы и коммунистов били окупанты не не шли на их землю они на нашу землю пришли вот но было было что полицаи убивали а были полицаи сволочи знаешь такого полицаи чем они занимались но я не могу сказать чтобы наши полица и их обидели так они не били их не полицаи убивали евреев не не а кто убивал немцы 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 приезжали ты убивали ты уже и забирали ты еще немцы а акции у нас сделали поляки и немцы али я не видела было что убивали ту убивали так убивали а полицаи были полицаи здесь они убивали та полицаи были полицаи были полицаи были полицаи али не знаю не видела чтобы так то его вы так то что кордый боял такого ховавши сама бы не видеть и таки видел нас своими глазами когда вели еврейку и и с двума детьми кстати и расстреляли это были не немцы а в гражданской одежде два человека с карабинами с винтовками и эту еврейку расстреляли местная полиция называлась украинской полицией и они были такие что ну как бы вам сказать командировочные или как их называть например с другого села вот сюда а отсюда туда менялись значит но они не имели никакой формы чтобы были в немецкой форме скажем они были обычной гражданской форме вот на рядом села свобитка есть то там уже тоже украинцы поляков ночью ну разгромили полностью на что-то не порезали подбили 30 до 40 человек ни в чем не повинных и детей и ему потому что они здесь на на украине потому что это было вот война посеяла рознь когда вот это организована была упа националисты мельниковцы бандеровцы и вот это все породило ненависть вот такую а Субтитры создавал DimaTorzok С 1936 по 1959 год лидером украинских националистов был Степан Бандер. В 1941 году Бандера проводит ряд встреч с руководством немецкой разведки, в результате чего появляется подразделение «Украинский легион имени Бандеры». Были приняты цвета флагов АУН, организация украинских националистов, красный и черный. А в инструкции бандеровцев во время войны указывалось, во время хаоса и смуты можно позволить себе ликвидацию жидовских деятелей, враждебных нам москалей, поляков и жидов, руководителей уничтожать. Ассимиляция евреев исключается. Субтитры создавал DimaTorzok В 2010 году Степану Бандере президентом Украины Ющенко присвоено было звание Героя Украины. Готовясь к войне против Советского Союза, Германия взяла на службу бандеровские организации. Полицейские помогали уничтожать евреев. Они были коллаборационистами. Они сгоняли к месту казни евреев. И иногда сами принимали участие в казнях. Было создано несколько полицейских батальонов. Были созданы организации, которые непосредственно занимались уничтожением евреев. И в документах организации, которые вы только что прослушали, вы видите, как они трактовали еврейский вопрос на Украине. Полностью разделяя идеи Гитлера уничтожить всех евреев. Окончательно решить еврейский вопрос, как это называлось. Вот они что делают наши фашисты, современные. Продолжение следует... Кто мог это сделать, вы не знаете? Кто мог это сделать, вы не знаете? Скоро все, ветер упал А? Скоро все, пожалуйста, кто мог это сделать, вы не знаете? ... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok ישנה נדויות על 450 מהיהודים אשר נרצחו במקום בעיקר זקנים, נשים וילדים אשר הכריחו אותם לפשוט את הבגדים ולסחול מי שלא היה מסוגל לסחול נורא במקום מי שהצליח לסחול עד הסוף לבית הקברות נורא גם הוא רייזל, אמו של סבא ואחותו הקטנה ינטה בת העשר בכל הנראה היו בין אותם היהודים מזל שסבא הצליח לברוח לצערי שר המשפחה לא מעשתה 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 יאללה חולה רשמות לרצח בראי הולכות גרו Субтитры делал DimaTorzok 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 Дедушка, мы хотим поставить памятник. Для кого поставить этот памятник? Там ни одного еврея, ни одного родственника. И никогда не будет евреев. И никто не приедет туда, чтобы почитать, что здесь были такие и такие евреи, и их уничтожили. Кому это надо? Украинцам? Они только будут смеяться над этим. Я считаю лично, что это не надо. Музыка 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 В Катастрофе Холокост И принято у нас, ну, зачитать имена каждого. Я это сделал очень быстро, но это очень важно для нас. Это в память тех людей, которые жили здесь, и будет им вечная память. Фамилия этой большой семьи была Попик. Это Попик Нарон, Пеля, Калашон, Бина, Поля, Аделя, Дов. Шая, это попик Монни и Фейга, их семеро детей Это попик Рубин и Эстер, их восемь детей Это Файвич и Хава, было у них двое детей Попик Мейна, его жена и двое детей Попик Арон, попик Лея, Лина Попик Лейб, его жена и двое детей Попик Шлейма и Ципа, попик Яков, жена и двое детей Из двух тысяч евреев, которые жили здесь, в Волшебцах, согласно данным, из архива, в 1914 погибла. Вечно им память. Из двух тысяч евреев, которые жили здесь, в Волшебцах, согласно данным, из архива, в Волшебцах. Волшебцах 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 Волшебцах